Члены казахского общества слепых обеспокоены приговором, который вынесли бывшему руководителю этого объединения. Накануне в Астане Байбулата Аубакирова судили на 7 лет. Суд признал его виновным в присвоении и растрате вверенного имущества. Однако инвалиды по зрению утверждают, что предприятием общества теперь грозит частичное или полное закрытие. С чем связаны такие опасения и что намерены предпринять бывшие подопечные Аубакирова, расскажет Тимур Ермашев. 7 лет колонии с конфискацией имущества, 5 лет без права занимать руководящие должности. Размер нанесенного материального ущерба 1 миллиард тенье. Таков итог скандального противостояния экс-руководителя казахского общества слепых с представителями региональных подразделений этого объединения. Решение Алматинского районного суда вызвало неоднозначную реакцию у большинства членов этой организации. По словам адвоката, осужденного дело против 60-летнего Байбулата Аубакирова было ничем иным, как спланированный. И хорошо проведенной акции. По предварительному сговору группа лиц с использованием служебного положения похитил чужое имущество на сумму более 1 миллиарда 157 миллионов тенге. Откуда родилась эта цифра? Эта цифра родилась только из арифметических манипуляций следователя, который вел это дело. Как уже сообщалось, Байбулат Аубакиров обвинялся в продаже имущества общества слепых по заниженным ценам. По версии следствия, с указания Аубакирова в частные руки ушли типография, ведомственный детский сад и реабилитационный центр. Правда, по мнению некоторых руководителей филиалов, весь процесс был затеян бывшими сотрудниками объединения с изрядно подмоченной репутацией, которую любыми путями хотят занять вакантное место президента общества. Сейчас члены общества слепых опасаются, что после проведения выборов все имущество объединения уйдет с молотка. Речь идет о 29 предприятиях по всей республике, которые занимаются самым разным производством – от скорошивателей до постельного белья. В случае, если эти негативные ожидания подтвердятся, то без источника существования может остаться 19 тысяч инвалидов по зрению, которые потом едва ли смогут найти себе другую работу.